Суд Мурманска арестовал на два месяца активиста «Гринпис» Романа Долгова и российского фото-журналиста Дениса Синякова. Их обвиняют в организованном пиратском нападении на нефтяную платформу «Приразломная», которая, по словам следователей, нарушила суверенитет России. Активист Роман Долгов заявил, что обвинение суда не обосновано. Я считаю абсолютно не справедливым, неправомощным. Я считаю, что, конечно, никакого пиратского нападения на платформу не было, и сама платформа не является судом, поэтому статья о пиратстве не может быть примена к ней. Никакого проникновения на платформу со стороны активиста «Гринпис», тем более с целью завладения имуществом, это абсурд, нонсенс. «Гринпис» осуществляет мир, ненасильственный протест на протяжении 30 лет своего существования. Напомним, активисты природоохранной организации попытались 18 сентября провести акцию протеста на нефтяной платформе, принадлежащей «Газпрому». В то время как судно «Арктик Санрайз» оставалось в нейтральных водах, к платформе отправились несколько человек на лёгком катере. Они планировали закрепиться возле «Приразломной» и вывесить баннер. Их остановили вооружённые российские пограничники. Всех активистов, включая тех, кто находился на судне, а также членов команды, арестовали и доставили в Мурманск. «Применение или угроза применения оружия – это полный абсурд. Гринпис – это мирная, ненасильственная организация, которую никто в мире не признал ни преступной, ни террористической, ни экстремистской». Следственный комитет России намерен добиваться заключения под стражу всех активистов «Гринпис». «Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении всех 30 фигурантов уголовного дела меры пресечения в виде заключения под стражу». Обвинение по статье «Пиратство» грозит тюремным заключением до 15 лет. «Пиратство» грозит тюрем受 given по статье «Гринпис»